Здравствуйте, господа! Здравствуйте, дамы! Всем привет! Значит, вот это видео снимаю для моего подписчика Михаила Жорниченко. В основном. Ну, кому-то, скорее всего, что эта информация тоже пригодится. Информация такая будет общая. Для начала вот лирическое отступление. Смотрите сюда. У нас сейчас заморозок. Лед. Видите? Вот сейчас пойдем к инкубатору, который стоит практически на улице. Вот этот инкубатор у нас расположен практически на улице. Сейчас заморозок, вы видели, лед. Температурку держит. Рабочую температуру. Вот сейчас включены оба нагревателя 37,6. Отрабатывают до 37,8. Контроллер XM18. Дополнительные реле, даже не дополнительные реле, а реле, переключающие фазу, установлены именно на поворот яйца, который я сделал из мясорубки. Вот это изготовленный мною инкубатор. Как видите, он работает даже при температуре ниже нуля. Насколько яйца инкубатор? Этот инкубатор 4000 яйца. Ну и сейчас вот поведем разговор о контроллерах. Инкубаторы, которые изготовлены мною. Вот этот инкубатор был переделан из «Витязя». В свое время лоханулись, купили его у Лазельмаша. Пришлось его полностью весь переделать. Значит, как видите, везде установлен контроллер XM18. Едино введена кнопка для отключения поворота. И предохранитель. То же самое здесь. То же самое здесь. Вот для вас, Михаила. Значит, для того, чтобы не путаться в настройках, вот они сразу наклеены. Функции и настройки. Можно забыть, можно еще что-то. Вот подошел, все видно. То есть вот оно. Вот оно. Вот оно. Входит он в настройки. То есть вот это входит. Настройки. То есть ПИ английская. И позиции. 1, 2, 3, 4 и так далее. Туда-сюда регулируется. В этом инкубаторе сейчас заканчивается вывод. Цепляр. Это используется как совмещенный инкубатор. И это используется как совмещенный. Тот инкубатор, который там, вы видели, он используется именно как инкубационный шкаф. Рядом инкубатор, шкаф выводной. Тоже применен этот контроллер XM18. Уже в течение более 5-6 лет они работают. Слава Богу, ну были проблемы какие-то с датчиками. В основном проблемы с датчиками на совмещенных инкубаторах. Именно с датчиком влажности. Когда отходит пыль белковая от цыпленка. Загаживает. Ну то есть запыляется. Показывает неправильно. Реанимировать его не сложно. То есть я показывал в одном из видео, как можно реанимировать датчики влажности этого контроллера. Вот этот контроллер рассчитан до 5000 яйца. У китайцев до 5000 яйца. Можно его применять и на 100 яичек на инкубаторе. То есть диапазон широкий. Чем меньше мощность вы подключите к нему нагревателей, поворота и так далее, тем дольше он у вас проработает. То есть реле у него рассчитано на 16 ампер, на основную нагрузку. Это большая нагрузка. Если вы хотите применить этот контроллер, вы его можете применить и на 20 тысяч яйца. Построить инкубатор в виде помещения и так далее. То нужно будет использовать его только как управляющий контроллер. Все нагрузки должны быть подключены через дополнительные реле. То есть контроллер будет включать реле, а реле будет включать нагрузку. То есть нагреватель или охладитель или еще что-то. Либо поворот. Ну то есть через дополнительные реле. Ну в принципе, скажем так, нормальный электрик, нормальный, с этим разберется по счету раз. Значит, идем далее. Вопрос вы мне задали в комментариях о том, что люди пишут о том, что запаришься с настройками и так далее. Ну, значит, вот смотрите. Вот такой контроллер в свое время был заказан у китайцев. Подключал я его тоже, поведясь на то, что один из деятелей торгующих расписал, что это все прекрасно подходит для инкубатора. Ну, как бы для инкубатора, скажем так, он подходит очень-очень слабо. Почему? Потому что, да, вот этот вот уже впоследствии, дочитавшись до той информации, которую пишут китайцы, этот контроллер в основном подходит для что? Для теплиц, для теплых полов. В общем, вот очень широкий спектр применения. Также можно использовать для инкубатора, но это будет очень-очень не точно. Значит, кто же пишет эти комментарии, и даже вот по XM18 встречались комментарии отрицательные. Эти комментарии в основном пишут люди, которые, как говорится, смотрят в книгу, видят фил. Это раньше так говорили, а сейчас смотрят на монитор компьютера и видят ту же самую фил. То есть не умеют читать, неправильно воспринимают информацию, приобретя по своему незнанию, неведению, невнимательности вещь, которая, собственно говоря, им не подходит, потом начинают обвинять всех, в том числе и производителей, в плохом качестве или еще в чем-то. Недавний случай был у меня, такой подобный. Одна из дам приобрела у меня, не буду называть ее, яйцо 100 штучек. Что такое 100 штучек? Это приобреталось яйцо для мелких инкубаторов, на которые я, когда даже продаю яйцо, не даю никаких гарантий. Ни по выводимости, ни по чему. Она у меня, скажем, приобретала яйцо 2-го числа, а с этой же партии яйцо у меня было заложено 3-го числа. Вывод, разница была в день, у нее не получилось, и начались стоны и рыдания, что вы продали нам некачественное яйцо и так далее. Вывелось у нее из 100 яиц, около 10 цыплят. начала присылать мне фотографии о воскопировании, где явно в яйце было видно замерзшего зародыша. Но объяснить и как бы что-либо человеку было невозможно. хотя у меня на следующий день пошел вывод и процент вывода составил 65% из этого яйца. Из этой же партии. Но как я поступил, я отдал ей половину денег, ну, собственно говоря, чтобы не галкала. И все. Не надоедала. Потому что человек считал, что он затратил огромную сумму денег, хотя было ей предложено еще, как бы, взять яйцо. Она от этого отказалась. Может быть, причины были совсем другие. Просто и не знаю, действительно ли там 10 вывелось или это было просто как развод на деньги. Вот и все. Тут ничего не могу сказать. Ну, и как бы вернемся далее. Значит, контроллеры. Контроллеры. У китайцев контроллеров очень широкая линия. Огромное количество. И предназначены они для разных целей. То, что написано инкубатор контроллер. Вы, когда смотрите эту информацию, обращайте внимание на что. Точность отработки датчика температуры. Самый первый параметр. А там написано либо 0,1 градуса либо 1 градус. Если написано, что 1 градус, этот контроллер для инкубатора вам не подойдет. Если контроллер прописано в информации, что этот контроллер может быть использован как для холодильника, так и для инкубатора, для теплиц и так далее, это тоже вам не подойдет. Потом сейчас там на базе XM18 у них появились контроллеры, которых просто можно включать программу. То есть курица, утка, гусь и так далее. Но, как правило, у них слабоватый реле. К этим контроллерам обязательно нужно будет подключать все основные нагрузки через дополнительные реле. То есть это лишние затраты. цена этого контроллера примерно такая же как XM18 или может быть чуть-чуть дороже. Но такой контроллер он будет нормально работать только при малых нагрузках. То есть при небольшой мощности нагревателях. То есть смотрите сами что у вас для чего вы хотите использовать. Я признал XM18 и по цене и по качеству. Приобретаю я его всегда у одного и того же продавца. ссылки под видео о контроллере там есть. Перейдите по ссылке и вы если вам нужно вы приобретете этот контроллер у этого продавца. Значит что еще? Еще один момент. Поскольку инкубаторы у меня работают весь сезон не выключаясь практически и сами понимаете что если допустим произошел какой-то сбой или еще что-то все это у меня предусмотрено так чтобы я мог этот контроллер датчик все что угодно заменить максимум в течение минут 15 вот на моих инкубаторах это предусмотрено значит для этого у меня есть запас то есть вот он новенький лежит в запасе у меня сейчас лежит 4 контроллера 4 и и такая куча датчиков температуры и влажности это тоже лежит в запасе даже если у вас маленький инкубатор выводите вы там один два три пять раз в сезон запас надо иметь потому как не произойдет какой-то сбой и вы ничего не сможете сделать пока пришлют вам китайцы контроллер или где-то вы его приобретете ваши яички погибли вот почему у меня все это как бы в запасе теперь такой момент значит по настройкам настраивается XM18 элементарно в инструкции все прописано когда вы смотрите хотите предвести контроль какой-то неважно просматриваете информацию особенно у китайцев перевод весьма неточный все зависит от перевода просматривайте несколько у нескольких продавцов у кого-то это может быть вообще очень корявый перевод у кого-то это подробно расписано просматривайте один и тот же прибор это не только контроллера касается всего что вы приобретаете на Алиэкспрессе или Алибабе просматривайте у нескольких продавцов даже не стесняйтесь запросить у них русскоязычный перевод характеристик ну и всего остального по прибору тогда вы достигнете какого-то успеха не опирайтесь ни на чье мнение которое там кто-то чего-то написал в интернете в основном пишут либо торгаши либо бестолач бестолач это тот который повелся на рекламу торгаша вот как я повелся на вот это вот и оказался бестолач но куда-то я его потом применю у меня еще есть такие контроллеры подобного типа именно приобретал я их хотел сделать сушилку там и датчик мощный температуру до 300 градусов может нагонять в общем вещь хорошая но вот руки никак не доходят до этой сушилки милая на меня ругается никак она грибочки любит собирать посушить грибочки там фрукты и так далее а я никак это сделать не могу потому что времени не хватает ну вот пока собственно то есть и по инкубаторам вот сейчас пишут в комментариях размер инкубатора глубина ширина размер лотков ребят ну не буду я это писать видео по тому как я делал инкубатор и по влажности и по вентиляторам и практически по размерам если вы хотите скопировать просматривайте все видео которые я снимал по инкубаторам бегать я вот даже сейчас не помню эти размеры это для того чтобы написать мне какой-то вам комментарий мне нужно бежать к этому инкубатору измерять его они у меня в работе внутренние размеры я снять не смогу по любому и пересылать вам и каждому человеку вот это вот писать пересылать ну я просто этого делать не буду если вы хотите скопировать просматривайте видео додумывайтесь включайте мозги пользуйтесь не только моей информацией многие пытаются что-то как я понимаю изобрести практически ничего не вкладывая а такого не бывает в нашей жизни за все приходится платить если вы хотите что-то хочет чтобы я как бы выдал полную всю информацию о каких-то моих наработках скажем так по тем же инкубаторам по брудерам и по всему остальному это будут платные консультации платные потому что это отнимает у меня время работы у меня очень много очень много и заниматься как бы вот вот этими мелочами ну мне просто не интересно вы меня извините если я буду этим заниматься то я буду заниматься тратить свое время целенаправленно для вас но это должно быть оплачено общее видео которое мы снимаем выкладываем информацию да эта информация выложена для вас ну включайте мозги ради бога ну вот у меня собственно все до свидания всем привет пишите комментарии ставьте лайки дизлайки кому не нравится я от этого не полиняю комментарии от людей без лица и с матами и цензурной бронью и так далее будут удаляться отвечать на них я попросту не буду вот у меня все до свидания обязательно я не знаю это так вот